так ну что ж здорово ребят настал этот день я уже даже как сказать я уже даже не буду вас всех перечислять потому что вас сегодня вы сегодня не поддаетесь исчислению вас сегодня прям великое множество аж целая орда всем привет осталось буквально там сколько 6 минут до старта пришел а там начнется десни 2 шоу кейс основное шоу вроде у нас начнется 1840 до этого мы 1820 вместе с анкл бьерном соберемся в дискорде и будем морально готовиться к тому что нас ждет в сети уже появились сливы появились появилась дополнительная информация по поводу предзаказа королевы ведьмы я там посмотрел на сцены с playstation 5 малость прифигел ну там старое здоровье как говорится счастье вот все такого всего такого до вебку сейчас рублю сейчас я думаю мы им перед тем как уже начнется конференция последний раз зайдем в игру посмотрим на наш на наших персонажей на наш артефакт ну и ну и все там в австралийских долларах но это все равно очень много это мне просто больно было на это смотреть так сейчас запускаю игру я просто не знаю когда меня в следующий раз пустит мы я думаю потом после того как конференция кончится запустим прогноз вы мне там естественно об этом напомните типа пустят для нас в течение двух часов хотя бы в игру что по сценам что по ценам ну если хотите могу сейчас у меня эти картинки открыты могу показать ну постак мы там с игрой разберемся а точно я заодно и звук включу так судя по комментариям большинство за тогда буквально на пару минут те кто боится спойлеров закройте закройте глазки но не сейчас сейчас я пока в игре не забудь про набор выживания да 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 профилактика серверов очень скоро десни 2 будет приведена в режим плановой профилактики блин я просто недавно встал и у меня еще пока язык заплетается надеюсь как раз вот разомнёмся ик-тик-тик-тик-тик чё у нас там сколько народу то хоть в игре сидит ждет тушите они так уж и много относительно ладно посмотрим все ли я туда делал хотя уже не додушишься как называется такой проснулся 312 дам ну векс уже заготовлен посмотрим чего на себя будет представлять после ребаланса так и не докачался к сожалению до своего прошлого сезонника там у меня в сезоне величие было 73 тут у меня только 66 но я думаю за эти шесть месяцев мы успеем ладно все тогда уж игра встретимся я надеюсь через пару часов да будет запись на youtube профилактики ребят ожидается скольки с 6 45 вроде до до 8 вечера ну естественно учитывая то что с серваками будет происходить после презентации мы можем и не сразу зайти опа а вот и заиграла музыка ага ухты картиночки как вы привели наши игры к жизни аж а шизу инстаграм ну вот здесь сначала через час а чё чё пошел о мультике да через пару часов будем в очередь сидеть я даже чуть потише сделаю привет кеню привет всем привет всем кто подходит я тут я реально за чатом не успеваю вас сегодня прям ну очень много так хавку заготовил хавку заготовил укором 312 готов трейлер будут новую сезон показывать много чего будут показывать и новый сезон покажут и дополнение королеву ведьму покажут и вообще врываемся на главную на главный мы будем 9 дам вечера сейчас пока что трансляцию мы посмотрим в нашем таком уютном тесном кругу из 370 человек ага питер сен выступает я помню как я играл под вейс ранее в девяносто третьем году короче разработчики рассказывают о том как им было круто как они работали как они начинали и так далее как они дошли до жизни о марафон вспоминает второй там марафон инфинити да сегодня никаких таких вот пустосороних треков не будет не портим атмосферу рэн а уже 482 человека на стриме в юхах ну что ж ждем 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 я надеюсь сейчас последняя возможность ребят у вас там доделать все свои дела обнулить артефакты ну чтобы не забаговались моды сдать хотя я думаю уже многие не успеет сдать жетоны авангарда энграмки там фракционы и так далее привет саня байщат на хайповоз самое время здорово сэн привет макс ну сейчас у них пришел идет то есть там показывают различные работы художников из твиттера музыка кстати из первой части играет когда ты только-только начинаешь сюжетную кампанию прям пошло ностальжи риса спасибо большое за подписку на два месяца я уведомление ребят сегодня отключил от платных подписок чтобы у нас там этот монетизацию не сняли и когда я выложу запись на youtube ну спасибо всем большое за поддержку я вас вижу а русских сабов не будет вот кстати да посмотрим сейчас есть ли они вообще так ну банджа не microsoft так что тут у меня даже настройки этих не вижу на субтитры о предвестие пошло широ спасибо большое за подписку добро пожаловать вместе будем ставить и телесить бастионди врываться королеву ведь через 6 месяцев старый тапок спасибо большое за 100 бицов ехай повозик запущен час артов ну посмотрим у нас по крайней мере я так понял они решили вот так вот пришел оформить ну да вот здесь 30-летие банджа отмечается в очередной раз там показывается хейла блин все таки конечно говорили что раз анонса кроссовера хейла и действия не будет сегодня но изибайд получается красавчики уже 526 а твою ж наконец-то подписано спасибо большое аширо блин здорово ашилл ранний час по лапановскому времени да да чё там доберемся до 2 уровня хайповоза ребят смайликов поутайм стримера поддержим при привет краш джон где попкор неужели все скушаю ой сегодня я прям не хочу руки пачкать я хочу чтобы у меня две руки были чистые кроссовер конфермент да валился если таки закатят косметику в сирий хейл это надо брать ее 574 человека блин чач врубаемся как настроение ой да вообще краж спасибо большое за топецов чат 3 минуты осталось до 2 уровня хайповозика натянем то есть дотянем каталик на торн пожалуйста ой пощадите спасибо большое шероп джон готов топить бомбить и врываться да джон 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 еще 24 ансаббат стреляет леется гоу ребят джон джон 27 смайл у нас будет если если сори у меня блин по прежнему язык заплетается если все будет нормально то после презентации у нас там появится новый смайла уже на канале мы на хайпе ты на хайпе спасибо за твой контент очень помогает в игре на здоровье всегда пожалуйста ребят веста помогаем Артеемис Здарова Тостер спасибо большое за подачную подписку для гурона джон на игра это мне тоже мне еще месяц без пик играть нормально химия почему старт через пятьдесят две минуты потому что идет пришел спасибо ребят три минуты осталось 31 процент попуг уже почти наш ты куда ты куда торопишься уже торопиться некуда уже остается только ждать дальше привет при отдела и бухту на сколько серваки кладут 18 45 малыш спасибо большое за подачную подписку для арбалета уже шестьдесят четыре человека твинкс спасибо большое за подачную подписку для скорпина как кушать контент если я на вахте поэтому вы смотрите спасибо большое жен миру твоему добру здравия здоровый лайн антокси контент вы меня еще в гамбите не видели наверное если вас есть или просто в пвп ник спасибо большое за подписку для джеки 58 процентов ребят совсем чуть без денег на подписки кончили спасибо пошел дема всем за подписку ребят совсем чуть осталось две подписки и пятый уровень наш хэп попуг господи что это ворон спасибо большое за пять подписок все ребят попуг наш осталось полторы минуты кто захочет и получить смайл попугаем за пятый уровень могут ворваться и даже ста пиццов хватит вот и вообще запустил 12 подписок и новый спалик и ебой спасибо большое чать тем временем у нас продолжает продолжается пришел ростовчанин спасибо большое за подачу подписку кстати по поводу австралийских долларов уточните там у них к обычному доллару курс какой примерно стреляй в мисе варя привет гута спасибо большое за ста пиццов широ спасибо большое за подачу на подписку для ли кто 6 500 я писал 133 процента ага 7 пул 7 к получается на русские доллары понял привет лис почему до сих пор нет анонса ну вот ожидаем смайл дибэга во сколько примерно даже в общем про разные страны говорят о очередное подтверждение голохорна скринти каменский спасибо большое за ста пиццов сегодня новый сезон да 16 секунд ребят малиш спасибо большое за подачу на подписку для чоуза ой 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 апач спасибо большое за 5 подарочных подписок 27 подписок 400 битцов спасибо большое чат ту ту так ну кто получил кто-нибудь попуга джон мало воды взял ну что поделать о старый тапок получил поздравляю первое спасибо большое за ста пиццов чуть-чуть опоздал привет люкс максимальный попуг в чате 694 человек уж 2 прилагол блин я уже просто тупо не могу ждать дайте уже дайте осуждаю осуждаю зависимость но тут я его понимаю к сожалению у чувака зависимость от дайте контент давайте сделаем 100 подписок прийти подписка надо 700 добить да я думаю будет еще больше ребят потом джон вода че джон вода кто-то воду заказал а ведь мы сейчас антент 715 я я худею дорогая редакция 2 не превращает воду вино парализованным стали и пошли мертвые воскресли джон вода 312 а груз кит здорово давненько чё как будет потом видосик на ютюбе конечно уже записываем твич можно передать привет ютюбу только не обижайте их бред пройти ждем ждем 45 минут осталось кажется ватун огонь твич мы вредим рекорд почему так ибо первая пара не 2 парочке запустили стриму поэтому буду с вами берем твой стим он сейчас единственное что показывает контент а понял крипса блин ну сейчас оценим любопытника о прикольно реально действительно мы она мы в группе по дэстине ребят всем привет кто подходит здарова ютюб пока ничего интересного привет тебе завтрашнему здарова здарова рэнтэм привет я меч каждый день после школы я играл в хэйло 3 говорит разраб может сделать минутку между сообщениями это очень непонятно привет зум 312 здорово злойке и сознание потерять фатальчик спасибо большое за подписку где музяку можно взять шазам играйте десни вашего волосы будут гладкими за шелковистыми тем временем 702 зрители ребят этого музыка и сюжетной линии 10 не 2 оригинальный вроде бы я говорил наши батя научили нас ногами считает они учили что мы королей это мир я за чаем я уснул а то разбудите как можно спать в такой момент у нас тут мы у нас тут эликс не показывает голохорн такой себе привет дэнчик твои глаза крыла здарова x мимо хантерского дома я без шуток на не хожу то в окна так пред сериян господи когда эмблему забрать можно будет а какую именно за подачи не подписки при этом темный фолькор у них запись будет или настоящий лайф суши вроде бы это запись потому что там фрагменты уходили в сеть насколько я помню джон когда бьем подойдет по идее должен подойти через пару минут то есть мы договорились собраться 18 20 я ему дискорд кинул сейчас вот ожидаем там ребят кстати да момент такой я понимаю что здесь у нас в основном собрались уже те кто с истории знаком а так что не удивляйтесь если я буду рассказывать что это за игра что у нас произошло в этом сезоне кто все эти люди кто и все эти персонажи и что будет примерно происходить следующем но чтобы вести людей в курс дела ну с со стрима бьерна кто такой бьерн анкл бьерн это известный русский стример будет а по щитным местом расскажешь о такой страйке джон да 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 привет добро он милпак там серёжа круто-круто может приглушить стим действия до самой презентации такая нету самой презентации вот чуть потише сделал привет сибирский код спящие узлы распутин разрушен кузин с вами что жилья фан чердалин значит перевода не будет нет я переводить основные моменты буду конечно и по возможности но субтитров и русского языка вроде нету у них на трансляции отдельно так что ожидаем как говорится фатальщик спасибо большое за 100 битов джон 739 зритель я а а что происходит джон ты бьерну по зрителям догнал уже прикольно жена скажи что такое сова сейчас все расскажем когда мишу подойдет и его аудитория привет андрей ждем косарь зрилов ну косарь сегодня точно будет потому что мы будем на главной здорово лёш ну позже когда уже надеюсь мы ворвемся в игру флэш форвард тю миазан а долт исковый деснику до 1 ст а улкин а а бикару джонсин да пол и валкер тейкин и джи спина на сучу а тем временем 18 20 же лё о миш привет здорово всем всем привет ребята стрима миша твич поздороваемся здравствуйте ребята со стрима лапена приветствую вас ну что давай давай лапен я кину тебе слушай давай я просто и до этого не делал как им как там нет это сделал принять через кабинет ну да вот через кабинет где у тебя там количество сабов там вот запросы наград вот это вот все вот эти штуки давай давай сейчас ты понял да о чем я так лапен 312 все приглашение отправлены тебе нужно принять и тогда я стартану мульти транслейшн а вижу а пока ищешь можешь рассказать своим моим зрителям что у нас тут вообще происходит сушите у нас тут сейчас вообще полный кавардак начнется одновременно он нам представят и новый сезон сезон исчезновения который начнется буквально через пару часов и королеву ведьму который начнется выключить попозже спустя 6 месяцев просто я тут у многих заметил возникает небольшие непонятки по поводу того так погоди как мне это дело принять а ты сам нажал принять то я уже все я бы я начинаю я а вижу покинуть все нормально в общем да у нас сейчас вот что будет происходить я начну с самого начала сезон закончился тем сезон сплайсера что на последний город напали вексы но это такие что-то типа кип что-то типа киборга во вселенной 10 существа случилось это по вине одного персонажа среди наших союзников лакш лакшми 2 ее мы потеряли сразу как только она это сделала и после этого через портал эти существа попали в город перекосили кучу наших новых союзников эликс не падших тоже наши бывшие наши бывшие враги по крайней мере несколько фракций и теперь персонаж который еще за этими событиями стоит оси осирис тоже наш бывший союзник но пока что неизвестно кто действует он один или совместно с кем-то но удочку на следующий сезон забросили и теперь уже когда у нас появились новые данные по поводу следующего сезона то что к нам вернется я понимаю что для многих эти имена ничего не значит ребят но я по крайней мере для себя стараюсь сформулировать нам вернется королева пробудившихся марасов я думаю тебе персонаж знаком еще сюжетки отвернутых миш ну да я припоминаю вот и вместе с нами она будет противостоять одному нашему очень старому врагу которые нам не дает жить уже на протяжении четырех лет в десне 2 и я прям очень жду я я прям не могу знаешь я вот начинал сегодня стрим у меня руки дрожали голос дрожал я вообще язык заплетается я прям на максимальном хайпе ну кайфово кайфово смешно приятно вот сейчас на трансляции у нас показывают фан-арты всякие представителей комьюнити как можно заметить и вот слева сверху у нас отсчет до непосредственно начала холки да вот у нас уже выступает один из западных стримеров леопард здесь я так понял нам будут показывать ближайшие получаса различные фан-арты разработчики делиться с нами своими мыслями по поводу того как они начинали играть вообще в принципе как они познакомились со вселенной хейлы соответственно потом со вселенной здесь не начали устроить ну и как мы вообще пришли к этому там я вообще видел то что многие западные контент-мейкеры которые до этого делали только видосы они специально сделали себе сетап чтобы постримить на твиче то есть хай просто нереальный час это всегда приятно хоть немножко со стороны видеть когда большое комьюнити а у destiny на самом деле сколько бы шутеек не было сколько бы я шутеек в чате не читал по этому поводу у destiny может быть не самая большая ночь крепкая комьюнити то есть слово guardian для многих не пустой звук как-то так еще с первой destiny повелось да вообще стражи охранники там сколько мемов уже на эту тему было у нас внутренних таких вот кого предпочитаешь у тебя какой любимый класс мне эти там нравится да вот да и я помню мы тогда в рейд ходили у меня основной персонаж охотник ну так уж исторически сложилось я помню еще первой части когда начинал играть я не знал какой у меня будет основной охотник или титан как раз и все-таки оказался охотник он победил то есть у меня сперва идет охотник потом варлок ну и потом титан ну для тех кто немножко у нас здесь и незнаком охотник это что-то типа скаута в аналогичных жанрах до разведчика варлок это маг ну а титан это танк ну грубо говоря если совсем утрировать ладин времен как-то как назвать setting destiny наверное это научно-фантастические фэнтези очень но техно-фэнтези да я я бы назвал наверное звездными войнами на максималку потому что прям очень все сильно выкручено ну они очень вдохновлены звездными войнами там вот в книге кровь потопикселей когда разработчики рассказывали про то как они делали destiny упоминался момент что они хотели создать вселенную по масштабам сравнимую там с как раз теми же самыми звездными войнами или масс эффектом как думаешь у них получилось ну учитывая то что я седьмой год отсюда не выхожу лично лично мне они это продали я очень много слышал информации о том что лор в destiny просто великолепен и если начинать прям глубоко ковыряться изучать там безумие какое-то ой слушай да здесь на самом деле лор это достаточно интересная тема в destiny учитывая то что раньше еще в первой части он подавался через специальные лордные карточки доступные только на сайте сейчас банджи немножко смещается в сторону такого сериального повествования то есть у нас как вот сезоны вообще построена в игре то что нам сюжет подается каждую неделю допустим какая-то своя новая серия во вторник грубо говоря вот и история в игры очень богатый она начинается со времен того как люди высадились на марс впервые встретили странника ну это такой вот большой белый шар который собственно к нам прилетел и подарил нам технологии подарил нам призраков вот этот вот как бы сказать свет жизнь обычных людей в три раза увеличилась ну и вообще в целом мы на начался золотой век человечества и после этого уже спустя несколько сотен лет начался коллапс когда прилетели прилетела тьма устроила на тот небольшой армагеддон и мы начали от них отбиваться и вот последний город это такой последняя по человечества где который защищает стражи ну и а стражи это мы по сути ну такой вот небольшой узнаете краткий экскурс экскурс для обывателя задротов так бьерну погромче сделать сейчас делаем меня знаешь в свое время что поразило в дистине вот прямо до глубины души я помню впервые получил какой-то револьвер и играл на геймпаде потому что хоть я играл на компьютере стрелять на геймпаде очень приятно было мне всегда дистине нравилось как шутер в ней очень приятно стрелять всегда мне было я в дистине то немного играю но у меня бывает я иногда за поями там на недельку ухожу туда пострелять по человечкам и меня все время поразило что когда ты не дожимаешь до конца r2 клавишу выстрела на геймпаде у тебя персонаж как бы косточь нажимая за подруга тоже не до конца и немножечко двигается боёк и вот это все не знаю дьявол в мелочах мне кажется нет в свое время очень-очень-очень сильно пораду слушай да я вот до сих пор помню вот спустя столько лет со времен бета 14 года когда я только-только вошел здесь вошел в игру начал играть в эту прошел на первых уровнях я заметил насколько приятно здесь стрелять геймпада то есть это такой вот прям магическое ощущение спустя первых полчаса в игру буквально влюбился да очень приятно следить с геймпадом согласен очень вот слушай вот как вот у тебя сложилось вообще с играми у тебя любимый жанр в принципе какой наверное я могу сказать что rpg я у меня все время было довольно большой период запоя world of warcraft прям прям очень сильно и потихонечку наверстываю скажем так другие игры да я бы сказал рпг поэтому мне очень поэтому мне в destiny очень нравится момент кастомизации персонажа ну то есть понятное дело у тебя есть персонаж ты отдельно ему собираешь перчатки шлем нагрудник ноги оружие разное это дает характеристики разномастные очень приятно ковыряться в этом во всем и что лично мне персонально всегда меня очень радовала тоже в destiny возможность трансмогрифицировать вещи ну давайте какой-то одной вещи внешний вид другой вещи красить их красить оружие красить транспорт собирать транспорт разную одежду вот это вот именно кастомизация визуальная очень приятно я даже сейчас подписан на инстаграм название правда не вспомню чувака который раз в недельку выкладывает в destiny трансмоги под разных известных персонажей очень хорошо получается местами дайте ссылку на бьерна так у нас ребят мульти трансляция идет в принципе да вот кнопочка должна быть у вас внизу вы будете видеть оба чата обе трансляции мы тут все сделали да можно там кнопка называется смотреть в режиме мульти трансляции слушаю прикольно вот по поводу по поводу рпг да здесь у нас в 10 не очень много кастомизируемых элементов и насколько я знаю ну там по небольшим сливчиком у нас будет еще больше этой кастомизации такой вот небольшой бросик и что могу сказать вот у меня вот достаточно забавно получилось здесь не как я с ней как не с ней познакомился ворвался то есть до этого я в основном любил игры от третьего лица в открытом мире ну знаешь там gta infamous вот все вот это для меня для меня без не до бета теста это было всего лишь очередной был всего лишь очередной такой знаешь хейла для playstation то есть ее очень сильно толкали для этой консоли пиарили вот и когда я ваш я увидел то что бесплатная бета была я подумал ну ладно почему нет скачаю попробую и все спустя 7 лет я здесь ну да первая дэстни какое-то время было эксклюзивом для playstation поэтому ну не сказать что прям гигантское количество людей могло с ней ознакомиться но вторая часть благодоступна и на компьютере тут я немножко подправлю был эксклюзивный контент для плойки но она была доступна также ли иксбокса ну ее не было народа первой части хорошее поправление по поводу трансмога да вот не отлучат поправляет он появился недавно относительно ну точнее украшения да да старое украшение я имел ввиду в первую очередь наверно покраску потому что шейдеры мне нравилось делать но транс мог я тоже задел я бы не сказал что прям недавно появился потому что мы когда вот в рейда ходили и проходили там можно было транс может штуки да да я полагаю там изначально какое-то небольшое количество было доступно а транс мог вообще всего видимо вот добавили в игру что прекрасно ну да это речь просто про украшение идет но в принципе да вот когда банджи это вели все были очень рады потому что ну ты собираешь себе персонажей тебе и те приходилось периодически выбирать будет ли он мощным да вот просто там или он будет красивым то есть это такая знаешь извечная проблему потому что ну у нас же игра про лут прошу про стрельбу и соответственно хочется одновременно и классно выглядит когда ты расстреливаешь врагов и расстрелить их максимально эффективно ну и при этом хвастаться своим лутом у меня там даже в дискорде отдельная тема есть на этот на этот счет чтобы люди там гостилих я знаю есть и оружие у вас в игре невероятно сложно получаемые легендарные которые долго и сложно делать оружие которое уже нельзя получить поэтому полагаю какой-нибудь герой старых времен с невероятной пушкой которую давно уже понерфили и вообще убрали из лута довольно приятно в городе смотрится а еще приятнее быть этим человеком с чем-то что уже нельзя получить да да вот я сейчас у меня есть у самого такой небольшой вот момент то что я вот ношу шейдер ну вот это такой вот как раз элемент покраски про который мы говорили ранее называется дар 9 его сейчас в игре нет и каждый раз когда у меня спрашивают где его достать я такой говорю уже нигде ну такой момент да в общем тем временем у нас до начала актуальной трансляции осталось 25 минут судя по счетчику здесь что можно еще добавить почему в принципе слушайте не против я я отбегу убила вкну на пару минуток буквально ща вот молнией туда-сюда чем вернусь да да конечно я не буду отвечать на своей трансляции так что да я тогда пока расскажу в общем почему все ждут я думаю у нас в комьюнити марусов потому что я на самом деле вчера на трансляции мы с ребятами смотрели все к цены с ней начиная от 10 не 1 до 10 не 2 и она прошла достаточно долгий путь от нашего такого делового партнера до непосредственного союзника и и она исчезла во время битвы с ориксом еще ну с королем улья тоже одного из представителей тьмы еще очень давно во времена taking king а в 2015 году в сентябре и мне поэтому очень хочется узнать как именно ну чтобы мне в игре прям рассказали показали как именно она вернулась так как с точки зрения лора у нас достаточно сложные отношения с историей игры в некоторых моментах так как сюжетные моменты некоторые не поясняются кат-сценах олдман спасибо большое за 100 рублей а что интересно она скажет когда увидит когда увидит брата но это уже не технически не ее брат это уже ворон который раньше был ульдраном да у нее был брат которого у которого тоже очень длинная история с десни-1 и десни-2 дамара в отвернутых появлялась она с нами связывалась ну в качестве сперва в качестве видений но это был не ее персонаж но все-таки ее модельку использовали то есть она там появлялась в городе грёдс можно было с ней связаться делая ей подношения ну и она нам сказала то что скоро прилетит и все разрули то есть какой-то там у нее был план чтобы остановить тьму я надеюсь то что в этом сезоне ситуация развершится о привет снова здрасте я смотрю этому посылочку уже распаковал да 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 что уже попить захотелось просто там кто не видел я на и тебе у себя выкладывал ту посылку которую мне вернула банджи отправили и там вот такой натуральный был суп паек набор для выживания и при этом я вот не знаю тебе присылали попкорн чикаго чикаго вроде нет просто я вот когда там вот был коллекционный пин когда я открывал сейчас вот я на стриме у себя покажу ребят когда я вот открывал коробочку я увидел вот эту вот пушку это легендарный легендарная ракетница из первой части экзотическая я не помню на форбсе по-моему сравнивали с bfg пушка из дума то есть настолько она была иконическая для многих и когда я ее увидел у меня просто мозги отказали я такой подумал все галахорна будет в 10 2 у нас период из первой части типа это намек выкладываю видос счастливый и потом мне уже в комментариях пишет то что слушать там был попкорн чикаго банджи подтвердили локацию это конечно это покажет на уровне такого звучит занимательно на самом деле если они на самом деле что-то так за анонсили это это очень смешно будет просто клево просто за анонсили это я почему об этом говорю почему у меня народ был возбужден на эту тему потому что банджи очень долго тизерили то что у нас будет эта локация старого у нас вообще в игре если брать землю весь еще локации есть европа есть космодром но байконур и старая россия то есть а сша вроде не было никогда поэтому то что у нас появится событие будет происходить новом континенте все на эту тему очень так вот возбуждены грубо говоря но опять же это еще по неподтвержденным данным то есть это очень долго тизерилось и пустились там всякие фан-арты и арты из игры и если это подтвердится будет круто то есть это очень многие ждут как-то так шоколадный попкорн очень вкусный меня в свое время в дистане поразила сложность рейдового контента я после варкрафта если честно офигел от некоторых механик будет слушать услуги здесь вот я хотел бы от тебя как раз буду варкрафта услышать потому что я разные мнения слышал вот это говорит наоборот то что в десне рейды гораздо проще чем варкрафте вот как человек играющий варкрафт как и игравший в десне в рейде я могу сказать что чем меньше людей тем вес каждого человека в рейде важнее варкрафте людей в рейде намного больше то есть я не буду говорить что сложнее что легче потому что но я не то чтобы прям очень много рейдового контента в десне видел я рейдов 5 прошел название не вспомню к сожалению но я могу сказать что в десне каждый член фаер тимы рейда он куда важнее весомий ты в десне не можешь послакать то есть прийти грубо говоря вагоном чтобы тебя дядьки поезда протащили ты там постоял сторонке чё-то поделал нет тебе в любом случае даже если ты новичок которого ребята истории если кто-то подписался смотреть засадился я не поблагодарил всем спасибо благодаря в варкрафте ты можешь в сильно рейдовой группе просто прийти упасть сразу куда-нибудь лечь в угол и лежать ждать пока дядьки разберутся в десне так не сработает просто тебе да тебе в любом случае надо что-то делать ну то есть это вове примерно я конечно не буду судить там я так понял большинство рейдов так проходится сколько там вообще рейдов примерно там разные разные выборы сложности разное количество людей для рейдов то есть есть сложные рейды вове но есть и супер простые то есть ну чтобы ты понимал в варкрафте есть так называемые lfg система поиска рейдов где-то можешь просто с рандомами проходить и тебе даже связь никакая не нужна в десне понятное дело тут сложнее будет понятно ну слушай хорошо я просто помню да там когда вот мы проходили один из рейдов по-моему это была даже корона скорби ну который у нас в левиафане проходил на локации планет не тот случай где мы семечку несли так семечку мы несли в другом рейде нет я сейчас и буду да вот просто там была парочка моментов где по-моему даже у нас из кто-то из новичков прям конкретно задачи вроде бы даже это был ты то есть мы такие уже все ли лежим полумертвые ты вот сделал финальный рывок это было красиво это был точно не это был не но такие моменты приятно конечно да так 17 минут у нас осталось продолжают нам тем временем показывать фана ой суши я тут вижу достаточно забавный фан-арт тут показывается есть своя вариация на тему его лаванты но это та бабушка которая к нам прилетает каждый сезон и показы и устраивает различные ивенты ну типа солнцестояние героев когда мы там на протяжении месяца даем даню отдаем дань уважения городу да и игры стражи она вела когда разные подклассы между друг другом соревновались ну их хэллоуин и новогодний ивент и здесь они изобразили таком немножко в мужском варианте прикольно господь смогущий лопен какой вкусный шоколадный попкорн советую попробовать я что я что в сторону отставлю чтобы не хрустеть только им а суша на самом деле не слышно ну как-то просим ну хорошо есть три играбельные расы в дистане грубо говоря люди эльфы и роботы ну люди пробудившиеся и это ну экзо я так помню понял это не совсем роботы на самом деле ну ладно да там там есть там есть момент роботы с моментиком роботы в которых человеческая душа как бы вселенная очень желаю приятного кто тебе персонально больше нравится суши у меня охотник это человек потом уйдет варлок это пробудившийся ну и экзо это титан о у нас кстати заговорил люк смит это один из таких достаточно важных людей студии банджи с которым связано очень большое количество мемов ну и насколько я помню он делал в основном дополнение the taking king которая перевернула игру сделала десни ну из шутера 60 на вечерок таким вот достаточно весомым продуктом ну в лицах большинства игроков ну то есть я то и десни с первого дня полюбил рядом с ним сидит джейсон джонс это один из основных людей в банджи по-моему это чуть ли не наравне с питом парсисом генеральный директор могу ошибаться но потом уже да потом люк смит и в этом году его сместили немножко он другими делами занимается он развивает франшизу десни в целом теперь то есть он занимается я насколько помню играми мерчом и всем вот таким а руководящий должность банджи занимает теперь джо блэкберн и почему я вспоминаю люка смита потому что он отвечал за sunset шмут пушек и шмоток я не знаю застал ты это или нет прошлом году еще когда у нас ну по прокачке пушки и шмотки стали ограниченными ну то есть до определенного сезона ты можешь с этой пушкой бегать или со шмоткой потом все потом она дальше по уровню силы не поднимается такая мотивация чтобы в итоге новый шмот каждый раз получать и новые пушки да вот потом уже пришел чтобы мы извини перебью чтобы мы понимали это в общем и там левел у вещи да то есть ты условно поднимаешь вещи с этим левелом 100 и потом тебе нужно уже 120 150 170 и так далее да вот потом уже новый руководитель пришел его заменил и первое что он сделал когда во первых он объявил о запуске королевы ведьмы как раз который мы сейчас собираемся смотреть через 13 минут презентацию да и ну трансляция начнется ну да 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 и отменил sunset пушек устраивание пушек шмота и так далее и за что вы там мы были очень рады честно говоря то есть но это вкратце по поводу того кто у нас на экране вещает и почему это важно почему они уже так серьезно начали сейчас они там обсуждают то как они игра то как они играют то как они погружаются то как они все вместе этим всем работают ну то есть тут все понятно ребята молодцы в общем по поводу персонажей да я вот начал говорить то что как я говорю у меня основной персонаж охотника это у меня он человек далее у меня идет x титан ну и пробудишься варлок то есть я для себя всех персонажей ну все виды раздел сделать решил ну то есть у тебя даже нельзя сказать что кто-то со мной персонаж у тебя три основных или охотника больше любишь ну аху на охотники я играю больше да потом идет варлок потом титан но в целом да я на всех персонажах так или иначе играю но здесь мне кажется вот такой вот момент есть меня очень часто люди спрашивают за какого персонажа начать играть в десни я на полном серьезе отвечаю ну уделите там час времени создайте всех троих этот прыжок чьи движения вам понравится больше зайдут того и мейните потому что движение это жизнь кто не понимает три класса собственно в десни охотник я все паладин я все паладин хочу сказать да 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 три разных класса игровых охотники титаны и чернокнижники грубо говоря вот варлоки да варлоки и у них отличаются обилки понятное дело но одна из самых основных вещей это прыжок то есть десни очень важно перемещение позиционирование в рейдах в пвп повсюду то есть персонажи очень быстрые прыгают в разные стороны соответственно у титанов вот у них как бы полет продления мне понравился титан потому что я рыцари люблю но у них прыжок довольно удобный то есть ты прыгаешь дабл тапаешь на пробел или на кнопку прыжка на геймпаде и как бы летишь какое-то время у других классов по-другому охотники вроде имеют двойной прыжок если я не ошибаюсь а у варлоков там вообще ерунда какая-то ну да у варлок точнее да нет я с охотников начну охотников такой классический прыжок поэтому я знаю что когда многие на пк начинали играть в 202 они начинали с него так как ну ты жмешь прыжок персонаж прыгает то есть здесь никакого нету фокуса а вот у варлоков он это скорее не прыжок а такое вот парение знаешь что есть допустим если на охотники ты можешь упасть вниз и подняться наверх да на титане тоже если совсем из ловчиться на варлоке ты полетишь вниз ну если не будет у тебя там специального как бы сказать дэша да ты дополнительными кнопками еще в воздухе можешь специальное движение делать на отдельных сап-классах варлока ну то есть я не говорю что прыжок варлока такой себе просто это каждый из них требует своего подхода я поэтому скажем так я не говорю что варлока плохой прыжок но об этом прыжке внутри комьюнити шутят слушайте здесь я не хочу начинать такой вот классовый срач но я одно могу сказать вы не выбирайте какой у вас персонаж будет основной по моменту то есть я это как будто ты выбираешь родиться левшой или правшой то есть у кого-то основной охотник у кого-то титан у кого-то варлок ну я просто знаю многих людей кому заходит варлок на его прыжки и совершенно не заходит охотник примеру так что туда на вкус и цвет да еще из интересного у каждого класса в дэстоне есть ветки развития как любой уважающий себя rpg и эти ветки развития можно разбить по стихиям которые они используют то есть у нас присутствует электричество огонь и тьма с недавнего дополнения еще да пустота и из недавнего дополнения еще добавился супер космический лед ну стадис ну такая знаешь своеобразное что-то типа заморозки хотя банджи я помню не любят называть это заморозкой называют это стадисом то есть это что-то типа жидкого азота я не знаю как то так у них там в сознании наверное ну в общем да есть такой момент мне показалось что это супер космический лед я для себя пожалуй так и оставлю вот я в свое время играл за молниевого титана мне очень нравилось у него еще ультимативная способность была такая бегать и молниями в разные стороны кидать кулачками по земле бить прям вообще кайф ну да главное самое главное чтобы заходило то есть когда ты играешь за персонажа тебе мало того что приятно с пушек стрелять так еще и приятно его обилками пользоваться даже двойной плюс просто да вот когда стадис ввели у нас насчет дополнения за грани света были противоречивые мнения от игроков я думаю те кто сейчас задумывается взять это дополнение заходят в steam увидят странные отзывы сейчас стадис у нас немного подправили чтобы он был более баланс на пвп первую очередь так что уже не на это не настолько будет не настолько много фрустрации будет когда вы зайдете то есть люди пользуются всеми подклассами пвп и пве ну то есть если кого-то это прям для кого-то это прям важный вопрос чтобы в игру ворваться потому что пока будете проходить сюжетку попробуйте всех персонажей но подсоздаете понятное дело и там можно уже будет понять что понравится и дальше пвп и так далее себя ждать не заставит уже на капе то есть когда дополнение только вышло это способность была естественно перебафанная так как я думаю банджи это специально сделали чтобы продавать dlc ну такой вот небольшой получается по этой вин но все-таки это было все равно прикольно ну по крайней мере когда ты изучал вот все эти обилки новые подклассы потому что когда появляется новый это вообще впервые здесь не было когда у нас появился 4 класс то есть у нас до этого постоянно был только пустота солнце и электричество еще с первой части да и вот когда спустя шесть лет у нас появился новый подкласс но естественно многие были на хайпе но естественно те люди которые долго в игру играли видели вот эти вот способности там зам по заморозке противников по замедлению и так далее ну понимали то что это будет немножко сломано но так же было на самом деле и с третьими подклассами когда у нас появился taking king то есть у нас там до этого у каждого класса было два подкласса а потом уже на taking king появился третий на выбор то есть такой вот важный важный эволюционный момент и по поводу да как думаешь дэстони когда-нибудь доживет до четвертого класса слушай ну здесь на эту тему очень много спекуляций ходит у банджи это очень много спрашивают свое время мы не верили то что здесь не будет кросс-плей то что у дэстни не будет на пк это что у нее будет русский язык просто на консолях игра была без перевода на русский она была на английском только соответственно да я думаю все возможно учитывая сливы нас может ожидать еще один по еще один подкласс как минимум в следующем году на королеве ведь не в этом сезоне который часу это феврале вот так если он будет значит сегодня его пока слушай я на самом деле бы не стал это утверждать но посмотрим это скорее моих то есть по поводу видов оружия к примеру я тут могу немножко засидеть вполне возможно вполне возможно новое вооружение ну то есть есть кому нравится с разными там пушками билдами бегать и собирать различные моды то может быть банджи нас обрадует и новым типом вооружения сегодня но это опять же не точно а ну чтобы вы понимали да в дэстоне у нас есть револьверы полуавтоматические пистолеты пистолет и пулеметы винтовки автоматические полуавтоматические винтовки гранатометы ракетные установки луки мечи что-нибудь упустил снайперские винтовки лучше лучевые винтовки также есть который лучше выжим стрелять и по поводу пистолетов у нас есть как автоматически так и просто стреляющие там перстами то есть одиночными очередями стреляющие определенные фетиш у до станеров есть на револьверы насколько я знаю их в игре много хороших легендарных красивых очень действенных револьверов в игре прям очень много вот это отдельная тема да да это чуть ли не основное оружие охотников насколько я знаю ханты очень любят револьверами бегать вот это это по лору скорее так то что у охотника золотой пистолет это суперспособность местная ульта да и вообще не важно за какого персонажа ты играешь тебе доступна большая часть вооружения ну то есть вообще практически все то есть у нас есть эксклюзивные по моему мечи да эксклюзивные мечи есть в игре но они настолько не нужны не влияют на баланс что про них можно забыть принципе ну а так да у нас сейчас мете в основном пвп используются револьверы но в данном случае у них там разная скорострельность у всех пушку нас в игре разные скорострельность разные архетипы соответственно револьвер все сейчас бегают с ними но по большей части по крайней мере в энгейм пвп активностях таких как испытания осириса такие как железное знамя ну где требуется уровень силы ну и вообще в принципе что еще могу добавить то что ты вот говоришь да то что у нас любимая пушка это револьвер это есть такое дело так как я помню очень было забавно когда вот первую часть у нас было много экзотических револьверов и потом во вторую часть начали переносить и мы такие на каком-то этапе господи опять квестный экзотический револьвер там их по-моему чуть ли не пять было за год когда вы был когда было дополнение отвергнутые так что как-то так ну да чат еще чтобы вы поняли каждый класс может носить любой тип вооружения то есть там есть какие-то легендарные частные штуки доступны только для одного класса но в целом вы кем угодно можете играть кем угодно и с чем угодно соответственно тут все под то из чего вам приятнее стрелять оружие стреляет по-разному даже внутри своих подклассов то есть пистолет-пулемет может отличаться от пистолет-пулемет так сейчас у меня тут небольшой моментик нет просто включить чат на трансляции сейчас мы быстренько это сделаем слушай пока я тут этим занимаюсь можешь пока что рассказать вот ты как вот вообще принципе твое знакомство здесь не происходило я так понял ты ведь не первый раз с играл мнение не первый я в дэст не начал играть когда она вышла в батл нить потому что я всегда варкрафт играл и упустить игру которая выходит в родном лаунчере сложно вот она вышла и я провалился свое время у нее на какое-то время очень приятно было стрелять очень хорошая оптимизация у игры ну прям кайфово было вещь собирать бегать квестики делать мир изучать приятный приятно все время порадовали всякие активности которые относительно рандомно локациях происходит туда стягиваются игроки со всей локации с жаждой наживы и начинают тихонечку ковырять что-то ну типа знаешь когда кабальский корабль прилетает пытается руду собрать как как он у вас называется синие эти блеск да блеск или глимер да да вот когда нужно отбивать штуки ломать буры которые добывают этот блеск и так далее ну и вплоть до просто побегать сюжетку поделать прикольно было интересно но это прям хорошо тем временем у нас осталось уже одна минута 20 секунд я вот уже я вот уже все уже начинаю потихоньку я сейчас на таймере у меня один 050403 а я иногда тебя немножко отстаю меня 110 да вот тогда их 5 прожни потому что меня уже 58 так окей а ты на ютюбе смотришь не на твиче а ну тогда понятно просто я на ютюбе смотрю тебе на твиче неудобно будет я могу и тупо открыть чтобы одновременно даете ссылку кидал мы просто чтобы да у нас правильно все было так у меня 45 секунд там 44 успели просто твиче периодически там трансляции у крупных с презентаций таких вот может немножко подключить поэтому я обычно на ютюбе смотрю ага так как там больше битроиту не доступен так здесь уже все здесь уже идет финальный трейлер ты открыл так все у меня 19 18 17 да да мы синхронизировали отлично сферим часы все началось все пошел финальный раунд отсчет так ну чтож буду основные моменты переводить пытаться объяснить еще конкретно так что если что не стесняйтесь там спрашивать не обижайся если буду перебивать я в такие маршруты эмоционально понял так давай я буду с этого переводить а ты тот который справа да они просто за кадром но сейчас они пока что говорят то что 30 лет прошло то что они много работы проделали чтобы до нас добраться и не важно все ли это время вы были с нами или ворвались только сейчас они нас всех любят мы горит хотим повысить планку качества уникальный десни экспириенс вот здесь они показывают сайте предвестия один из за мини данжей который у нас в игре был тоже достаточно крутой здесь вот показывает активность в слон которая была главной в этом сезоне сезон ну показывает ту какая страсть у них к десни 2 происходит и говорят о том какой у нас большой комьюнити ну а комьюнити у нас не маленькая судя по зрителям у нас на стримах я прям вижу нас просто нас очень разработчики любят я прям вообще покрылся спасибо за хвост большинство из нас и заработников банк сейчас находится у себя до связи с текущей ситуации в мире и все понимают с чем связи работают по удаленке и с этим есть так показывают королеву ведьма правда забавная вещь жить в мире или в разуме она постоянно или может ли она быть забаненной запрещенной кто решает что есть правда в этой вселенной света и тьмы нету более великой силы скажите мне маленькие света светы где ваша правда теперь истина шутка это саватун сестра орикса наш главный враг последние четыре года она из-за кулис прям рулил очень сильно всеми событиями практически и теперь она вышла на сцену представители расы улей здесь мы можем видеть прям новый тип врагов у нас второе двадцать второе 2022 то есть это второго 22 февраля выйдет королева ведьма ну недолго осталось ждать да у нас перед этим будет целый сезон к которому мы будем сюжетно подводиться к этому моменту здесь вот с ней показывают артики пока да очень жуткая кошмар прям няшка да она выглядит как оживший ожившая смесь какого-то готического собора и жука ну такой знаешь оживший кошмар прям обожаю я старался не я старался не вопить со всей дури но у меня прям внутренний мой задрот ворал в душе когда я это видел все то есть нам рассказывают сейчас что у нее есть будет целый свой тронный мир который она создала по своему образу и подобии и мы по аналогии с ворексом тем же самым taken king как раз и нам с ней придется очень сильно повозиться то есть у нас появился злодеи который сам себе сделал целый мир ну они это все делают я не могу не отметить какой офигенный у титана шлем мне очень понравились эти зрачки на шлеме на его очень классно да отдельный момент с обновкой наших стражей то есть тут у нас будут и у против кстати да подтвердилось то что мы думали что у наших противников тоже будет свет и призраки то есть здесь вот видишь там вот показывали улей да 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 я заметил саботун королева ведьма прошла через кучу лжи после смерти ее брата орикса вот как раз рассказывает саботун начала прятаться не из-за страха конечно но из-за стратегии вот здесь нам показывают ее тронный мир как можно понять ее величайший трюк это кража нашего самого ценного ресурса и лапена я молю тебя если хочется объезжать в ехать хорошо свет да то есть рассказывается что она украла наш свет и теперь улей пользуется светом против нас то есть то есть если раньше страж статисом пользовался тьмой да то теперь наши враги пользуются светом и вот здесь нам показывают стреляющий смотри тоже про что я говорил новое вооружение в игре появится копье теперь кому вот это в других играх заходило можно теперь просто бегать и тыкать всех палкой стрелять палкой бросаться палкой насаживать противника а ребят мы дождались то есть я это видел сейчас все в сливах но увидеть это в реале там вживую это такое это уж это еще круче гораздо на самом деле копейщики были самыми клевыми милишниками в средневековье так что это отличная новость The Glaive I love this thing It's brutal and elegant The Glaive называется наш новый оружейный архетип но я буду называть его копье то есть из него можно стрелять и можно тыкать его можно бросать наверное будет надеюсь ну кстати важный момент Витов первого лица с копьем потому что с мечом Витов третьего да кстати молодец я вот когда в порыве истаза даже не сразу обратил на это внимание то есть то есть это это оружие достаточно мощное в нем множество применений нам тут рассказывают то есть не выйдет из честа в конце миссии и не найдете одного оружейный крафт вот то про что мы говорили да то что будет больше кастомизации билдов то есть то есть не зря они на экране кусками его показывали то есть нам тут сейчас рассказывают что у нас была куча разных моментов которые мы могли кастомизировать но сейчас это уже совершенно новый уровень то есть будет крафт будет прогресс больше задач больше задач которые вы сможете завершать со всем этим то есть можно будет и пушки из этого из мира которые падают просто во время патрулей апгрейдить и те которые строили и вообще полностью все давайте поговорим о компании королевы ведьмы теперь нам говорят я люблю компании а как же она жуткая я все не могу смотреть на нее спокойно они хотят чтобы мы почувствовали прямо эти мурашки мурашки пока мы проходим через этих врагов наших и чтобы они нас долбили очень больно придется чуть ли не ваз спуститься ну вот Бьерн вот говорит что это страшно да туда есть такое я надеюсь что это будет очень атмосферно будет очень так стрёмненько местами и уж короче нам тут покажут сейчас какое-то подобие Дарк Соуса что ли что наш страж постоянно убирает что нам будет очень больно и очень а сложность будет меняться в зависимости от количества игроков здесь кстати показали то что мы убили противника и его призраков сосали в себя грубо говоря что это у нас тут так что это у нас тут опа это призрак физическая итерация в нашем мире а да да ладно это типа за предзаказ походу да да это за предзаказ призрак будет арт-директор Гаррет Морле и Маклес я не успел ими прочитать к сожалению да коллекционные здания ну там нам тетерили предзаказы точнее сливали до этого и туда входил вот как раз вот этот призрак показывали копье интересно а что там за тумблеры внизу это как будто бы какой-то ну он светится будет да вот сейчас покажу о я представляю сколько это будет стоить и как быстро и как быстро это закончится Джулия Нардин нарративный директор и Адам Греттам тоже нарративный директор ага Саватун сам опасный с чем мы встречались она хитрая она стремная да 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 действует действует из теней но вот то о чем мы говорили она уже четвертый год нас кошмарит о Сейнт а Сирис вот персонажа показываю ой люблю магию льда обожаю то есть нам рассказывают то что сейчас у нас в этом сезоне в сезоне исчезновения будет кульминация всего то всего того что через что мы проходили весь год то есть наши союзники наши враги так или иначе примут участие о показывают стать события прошлого года еще вы это испытываете это с огромной командой по всему это космическое позволение универсов 10-летнее путешествие начинается Десни 1 но у разработчиков видимо потому что мы то в 7-ой год играем не ошибаюсь мы не только для обновления но для трансформативного момента для будущего в прошлом году мы предоставили Десни 2 и следующая экспансия и сейчас мы готовы предоставить что-то я тоже загорелся немножко Десни 2 финальная форма будет Десни 2 финальная форма будет да и эта сезона исчезновения начнется вот эта финальная стадия финальная форма но вместо того чтобы посмотреть сейчас нам это будет показывать о город грез локация из Десни 2 мы окружены с краев наша система приближаются враги королеву рассказано о история рассказана двумя королевами у марасов чат симпатичная проложите свой путь через звезды и руководить моих людей что-то что-то типа снайперской винтовки ой-ой-ой-ой-ой заряженной снайперской винтовки очередной после убийства будет будет поможите королеве спасите исчезнувших пропавших пропавших у осирис петра может быть с ними я смогу нас всех спасти все-таки вот у уорона бывшего ульдорона брата королева будут будут совместные сцены я прямо этого жду сезоны так робби стивенс и элисон с лейл одно приключение закончился и начнется другое еще большее приключение да это прямо произойдет в сезоне обновление светлых подклассов каждый сезон в десне 2 в пятом году ага то есть аспекты и фрагменты у нас до этого были у стадиса сейчас они будут у светлых подклассов тоже то есть то что нам тизрили еще в начале года и здесь нам это показывают хотя это вроде было новое добивание сезон исчезновения это пролог будет королево ведьми то есть куча технологий пробудившихся придет в жизнь богиня улья зиву арат возвращается и надо будет спасти город до того как зиву арата не доберется если я правильно понял да я тоже так понял ой вот эта локация прям красивая это расколотый трон вроде был хотя нет тут он похож но вроде то не он легендарные стадисные пушки будут то есть они об этом говорили уже да сейчас они показывают новые экзотические пушки опять же нам показывают опять что что а эстетическая составляющая вот это так называемая ганпорна в дэстине конечно на великолепном уровне о испытание ассириса опять эндгейм пвп контент антищит добавят наконец-то в игру да вот рассказывать про партнерство с бета лайем конечно у нас тут уже бета лай хорошие вроде античит ну вот я множество противоречивых мнений насчет него слышал надеюсь что в дэстине он себя нормально поведет потому что читеры уже по крайней мере в испытаниях ассириса в середине игры уже порядком поддостали ага ну рассказывает про то что будет новая система лута в испытаниях ассириса и все нас ожидает только классное там окей будем верить о говорят про кросплей то есть все кросплей сегодня прям запустится она говорит going live today сегодня кросплей слушай классно просто мы там до конца сомневались о сегодня все 30-летие 91 по 2021 год а так это 30-летие банджи да 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 ну слушай банджи поздравляю просто тут ноги тизерили то что будет кроссовер с хейл но вряд ли в плане пушек и в плане тематических мероприятий но сегодня они это не собирались объявлять то есть тут они нас просто пока благодарят да с днем рождения банджи спасибо за кучу миров которые мы отправились с днем рождения но то что кросплей запустил сегодня это круто то есть обладатели консолей пк смогут уже в едином экстазе ворваться окей здесь вот показывают первые рейды то есть первые первую итерацию хрустального чертога который сейчас у нас во второй 10 недоступен то как люди в это во все играют погружаются через xbox тот же самый а это уже показывает хейла а это в хейла играют на 360 по моему ну здесь рассказывают то что про последние события мировые то как банджи к ним относятся высказывают позицию по поводу животрепещущих вопросов да банджи помогают детям в трудной жизненной ситуации как можете заметить да вот очень много у них таких вот комьюнити ивентов они практически каждые несколько месяцев собирают средства в комьюнити чтобы поддержать те кому это нужно вот тут респект это очень и очень хорошо это бывший комьюнити менеджер банджи который там уже около года не работает но старички его помнят банджи банджи эта игра говорит помогла мне наладить социальную жизнь ой да люди знакомятся люди играют вместе люди выносят эти отношения и за рамки игры в том числе да пора ударить где им больно будет так вот космические битвы они зря показывают сейчас это у меня тут я у меня сейчас загорится где такое где просто в десне до сих пор нету космических битв хотеть банджи пожалуйста сделайте так чтоб это было возможно да хе-хе о саладин эрис мод косплей косплей был очень косплей да ульдран сов сейчас начало а ну тут нам переход показывает то что сперва ульдран убил кейда а потом уже его простили как ворона потому что он потерял память это уже так на лохор не надо показывать мне лишний раз банджи я свихнусь так тут перемешку просто идет сюжетная кампания из хейла из десни из первой части второй части это крейзи да хотите обняться да просто хайп интестивайс увеличивается по полной как за этим можно проследить вообще 30 лет я помню как хейла впервые запустилась и кредит я знал что банджи изменил консольный гейминг навсегда да я вот кстати не помню о том как они играли в халы как они устраивали на выходных посиделки вот иксбокс я помню на старте очень сильно продвинул шутеры у нас там многие механики впервые появились из хейла из гири войны тех же самых ага так показывает нам активность на шестерых человек сезонную дэйрсов эфернити а а а все таки будет аниверсари пак в честь 30-летия но туда не будет включены я так понял пушки из этого из хейла а и тысячи ярдов легендарный очень красиво выглядит меч это новый уже и гранатомет новый я вижу то есть первые две пушки были старые а вот все остальное уже новое а все таки не зря нам его прислали а надеюсь вертых свой с меня глушит потому что все я сейчас я не могу я я хочу бегать я хочу бегать я хочу бегать так спокойно спокойно не сдерживайся пожалуйста нет я стараюсь я полторы тысячи человек на стриме я стараюсь я не могу выплескивай все что ты хочешь выплеснуть я так у нас вообще все так любили эту пушку я до сих пор помню как в первой части я по дурости ее не купил ус когда она в первый раз продавалась я подумал нафига мне эта пушка в третье слот экзотическая а потом мы просто жить без нее не могли на рейд второй который появился в десне крото просто туда тупо не пускали на ластапе с нее на последнего босса потому что только она могла достаточно дпс вводить и все все точно вот у нас была пушка до этого называлась анархия гранатомет эзотический и топ дпс в игре был ею все пользовались я думаю когда голохорн в игре появится все про нее просто тупо забудут если там будет две ракеты в обоими о господи все я все и 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 ну что могу сказать действие происходило в лесу там многие уже в некоторых роликах и многие уже говорят то что это как раз вот леса чикаго Голохорн уже подтвержден официально самими банджи из первой части легендарная пушка к нам вернется экзотическая ну спасибо говорят нам банджи за внимание мы говорим банджи спасибо за релиз ну да ждем теперь по идее на сайте должны сейчас обновиться на сайте должна информация обновиться информация на банджинете сейчас я даже попробую туда зайти посмотреть то есть ожидается патчноут ожидается какие то обновления ну и и я думаю уже открылись предзаказы они просто раз они объявили дату показали коррекционку но в обычном таких случаях они это уже делают да они говорили же что уже доступны предзаказы и кроссплей уже доступен прямо сейчас просто я вот участвую и что самое важное я частенько в чате видел проблемы с тем что как играть в Destiny что покупать все что Anniversary Edition теперь присутствует в игре набор всего что нужно чтобы вкатиться в игру ну и в саму Destiny вы конечно да важно сказать что саму Destiny вы можете попробовать бесплатно в стиме дополнение за отдельную плату но в саму игру можете поиграть то есть мне тут до этого много народу спрашивало как вот врываться в Destiny имеет ли смысл брать платную или платную или бесплатную версию то есть какую лучше на первых порах взять я обычно всегда рекомендую взять бесплатную ну поиграть ознакомиться с основными механиками пройти сюжетку нового света для новичков специально где она объясняет поясняет что у нас в игре происходит и уже потом для себя решить ну если вы будете планировать играть в игру на протяжении нескольких месяцев следующих можно брать либо сезон либо сезонный пропуск ну чтобы у вас вообще был весь контент из этого года как-то так да замечательно вот так оно и есть и того анонсировали давай попробуем резюмировать вообще все супер крупное контентное обновление 22-го 2-го 22-го то есть в феврале да «Королева Ведьма» сейчас пообещали каждый какой там этап по прог bringt каждый месяц пообещали новый контент уака ее переработанных старых рейдов переработан н события переработанное minder reden нам, я полагаю, приятно сердцу. Да, Галахорн. Да, что еще? Новое легендарное оружие. Прошу прощения, не легендарное, экзотическое. Новое старое, Галахорн. Не знаю, что оно делает, но господин Лапен хайпит, конечно, невероятно сильно. Оно делает больно! Просто очень больно! Оно делает очень больно. Оно делает очень больно. Вот так вот получается. Не, ну, сейчас я тут проверяю лихорадочно страницу Destiny 2 в Steam, пока что там предзаказы не появилось, но я так понял, Anniversary Pack будет продаваться отдельно, вроде бы там информация до этого была в сливах, что она будет стоить где-то около 20 баксов. Я не знаю, если мне там в чате скинут. А, вроде что-то скинули. Сейчас попытаюсь найти, может быть, даже тебе скину, когда обнаружится... Да, скинули страничку. Господи... Браузер, грузись, пожалуйста! Сложно, ладно. А, всё, вижу. Да, вот набор к 30-летию Банжо появился в продаже. Сейчас я тебе попробую как-нибудь скинуть. Или, ребят, кто у меня на трансляции находится, можете... По слову Destiny, я думаю, в Стиме найду. Вот Destiny 2 в разделе дополнительный контент. Набор 30-летия Банжо. Вот кому не сложно, ребят, скиньте, пожалуйста, Мишу в чат тоже, чтобы его там зрители тоже увидели. Так, Destiny 2... Вот, да, набор 30-летия Банжо. Тысяча рублей стоит. Вот в чате ознакомьтесь. Подожди, серьезно? Голохорн... Там это будет украшение на него или сам Голохорн, а не... Интересный момент, однако. Ну-ка, я сейчас прочитаю. Так. Набор 30-летия Банжо включает в себя подземелье, экзотическую ракетную установку, новое оружие, броню и не только. То есть Голохорн ты, Лапен, можешь заиметь прямо сейчас. В час, боже, если... Хотя нет, это, по-моему, есть желаемое. А, он 22 февраля выйдет. Придется ждать. А мне кажется, или на Голохорне нарисован медведик с крыльями? Или это не медведик? Ну, это другое немножко. Ну, ладно. Другое немножко животное. Ну, тут нам в очередной раз поясняют. Я помню, когда я называл его Голохорн у себя в видосе, меня поправляли, что это Гьялерхорн. Он к нам пришел из скандинавской мифологии, там, с Локи, там, со всем остальным, ну и так далее. В общем, ну, просто мы привыкли его так называть, так что сильно не бейте. Вот. Ну, те, кто в игру давно играет. Так что, да, Гьялерхорн, или Галечку, Галю, Галюшечку, придется подождать до 22 числа, и все это дело будет входить в отдельный пак. И, на самом деле, то, что он входит в отдельный пак, меня немножко напрягает, так как, судя по всему, они могут его немножко мощность преуменьшить из того, что было раньше, чтобы не слишком сильно ломать баланс. Ну, ладно, это мы еще узнаем. Блин, 5 месяцев ждать. Банжо, что вы со мной делаете? За что? Какие-то американские горки, правда, прям по ощущениям. Так, я думаю, Миша там уже на закачку поставил. Что-то я там помню, ты говорил до этого, что собираешься в него ворваться. Да, я думаю, завтра с утреца поиграем в Дустан. Что тут можно сказать? Я пока что озвучу там нам до этого, до трансляции. Так, давай, ты скажи для начала, ты рад? Слушай, я рад. Думаю, тут слышно было, точнее, меня даже, возможно, заглушало. Я прям, я в восторге. То есть у меня куча эмоций. В основном, естественно, положительные. Конечно, тут немножко сгладилось тем, что придется ждать до этого всего 6 месяцев. Ну, сейчас у нас, вернее, возвращается королева, будет такой вот у нас мостик сюжетный между сезоном Сплайсера и Королевой-Ведьмой. То есть тут вот все вот эти подвешенные ружья будут стрелять на протяжении сезона. Но в целом, да. Те, кто ждет Королеву-Ведьму, я не думаю, что они будут разочарованы. По крайней мере, те, кто более-менее понимает, что тут сейчас у нас происходит. Выглядит она как довольно жуткий противник, в которого хочется пострелять. Однозначно, это я могу сказать. О, тут нам уже отдельно прислали Банжи, выложили у себя на канале Destiny 2 отдельный игровой процесс. Русскую версию трейлера выложили. Ну-ка, ну-ка, сейчас я найду. Запущу. Так, где тут у нас это? Я даже тебе, наверное, скину через мультитрансляцию в чатик. Если кому-то будет любопытно посмотреть на дубляж. А то у нас... Я не знаю, как вообще в целом среди игроков, но вопрос русского языка стоит очень остро в игре. Очень часто. А, не получается, ссылочки удаляются. Ну, в общем, скинул. Да, вижу, вижу, вижу. Так, давайте посмотрим. Минута 33. Давайте глянем. Ты врубил? Я у себя тоже врубил. Не-не-не, еще не врубил. Сейчас, погоди. Давай одновременно. Давай. Секунду. Качество. Давай, и на счет 3. Раз, два, три. Нажал. Видео из при альфа-версии. Королева Ведеса. Богиня коварства и обмана. После смерти своего брата Орикса Саватун затаилась. Разумеется, не из страха. У нее был план. Хитроумная уловка. Похитить нашу главную ценность. Ту, что казалось недосягаемой для нее. Наш свет. Саватун. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Эх, лепота Красиво, красиво Что тут, блин, еще можно добавить, а в принципе... Ну и вообще улей довольно жуткая тема, конечно Воины, которые биотически выращивают вокруг себя броню Мне это всегда нравилось Эстетически довольно прикольная и жуткая тема Противники, в которых очень хочется пострелять Да, чат, сори, если я кому-то не успеваю ответить Я просто тут вообще на хайпе И вас так много, вы все пишете Я не успеваю буквально, сори Тут вот мне сейчас... Я вот хотел начать с того, что будет входить у нас предзаказ Там для PlayStation 5 в свое время были небольшие сливы Что будет входить в легендарное издание И здесь можно увидеть то, что совершив предзаказ Вы попадете, получите экзотическую оболочку призрака из тронного мира Также делю свое издание включает в себя сезоны с 16 по 19 Два подземелья пятого года Одну экзотическую... Один экзотический пистолет-пулемет Катализатор Экзотический сперл Также будет, ну, естественно, сюжетная кампания Новая локация Тронный мир Саватун Ну и оружейный крафт Ой, Ваня, спасибо за рейд, всем здорова А какой, Ваня, революциус? Нет, другой Ваня, Ваня-голос Привет, Ваня-голос Вот Что тут еще можно сказать? Я немножко, на самом деле, прифигел в свое время Потому что мне скинули картинку предзаказа Destiny 2, Witch Queen, Королева-Ведьма И там, конечно, в австралийских долларов На пятой плойке Но все равно ценник немножко поражает То есть, это понятно Но я так понял, там много физического лута, так скажем Нет, я сейчас пока смотрю диджитал-версию просто Ну, то есть, там Переводя на российские рубли Я так понял, максимальное издание делюксовое Destiny Будет стоить где-то 7 тысяч рублей Ну, на плойке Пока неизвестно То есть, до этого у нас За гранью света В этом году стоило, по-моему, 2,5 тысячи Вот самое-самое полное издание рублей Надеюсь, это где-то примерно будет точно так же С Королевой-Ведьмой Когда они там предзаказы откроют Будет уже точнее Что там у нас в Стиме происходит На офсайте новая статья вышла Сейчас Посмотрим Ага Обновление насчет безопасности Сезон Пока что только вроде на английском Стоп Да, пока что только на английском языке вышло То есть здесь вот Банжи Говорит про Бета-лай Говорит про винтрейдинг Про Реккаунт аккауэри Что-что-что-что-что-что-что На другом окне То есть на другом компьютере Да, к ДС мне Security Update Это что-то не то Ну да, ДС не два Security Update Правильно А, да, хорошо Хорошо, да А, собственно, да Вот Батл Лай То, что подключают То есть это то Это для тех, кого волнует Проблема читеров в игре Сейчас Что там у нас на ПК происходит И как Банжи собирается с этим бороться То есть, ну вкратце Батл Лай Запустится сегодня С обновлением 3.3.0 И, насколько я помню Там очень важный момент Надо запускать Ну, надо будет скачать Этот вот антивирус Да, и запускать его Параллельно с ДС не два То есть без него ДС не два не запустится В принципе Я вот не знаю Напомню, Миша Ты там вроде с ним знаком Он с других игр Точно так же работает Я его встречал Когда он сам Ну, включается При запуске игры Но тут, видимо Какие-то моменты будут Угу Понятно Здесь Банжи Еще по нескольким Моментам Проходится По Ванту Патчу По Винтрейдингу Когда там игроки Друг другу Коннектятся Что будут получить Ага Ну, то есть Они Этими игроками Тоже заниматься будут К сожалению Есть у нас Такая страничка В игре Но Окей Я думаю Нечистою Что Здесь вот По поводу Братья Чужих Ну, того Что вы там Берете чужие аккаунты Чтобы кому-то С чем-то помочь Банжи Говорит То, что Не рекомендуется Вас не забанят Потому что Допустим Разработчик Сам кому-то Из своих детей Дает пройти Затерянные сектора Так что На этом моменте Можно выдохнуть Что За что Можно будет Получить Вот это вот Дело Если вы Ага Делаете это За деньги Если вы Занимаетесь На стримах Или Так далее То есть За такой момент Может прилететь Да Ага Понятно Окей Так что Ребята Будьте осторожны Если в этом Замешанные деньги Если вы пытаетесь Превратить это В коммерцию То с этим Могут быть проблемы И будут проблемы Угу Вот только Тут у меня Один момент Есть интересный Здесь он говорит То что Вы то что Кому-то даете Свой аккаунт Мы вас Не забаним А потом Дальше идет то что Если вы этим Занимаетесь за деньги Или за фри Тут так же написано Тоже могут быть В общем Странно Окей Ну и дальше Тут уже По поводу безопасности Ваших Данных И всего остального Так что Не передавайте Там третьим лицам Если Вы хотите Чтобы у вас Ваш аккаунт Был в безопасности Грубо говоря Ну такой вот Достаточно Низший момент Но все таки Я считаю важный Ну для озвучки Потому что Очень многие люди Совершенно За безобидные вещи Могут сейчас На первый взгляд Получить Ладно Сменим На более жизнерадостную Тему Что-то Слушай До старта Сезона У нас осталось Буквально 16 минут Я сейчас попробую Проверить Чат Появилась ли у нас Возможность Загрузить обновление Которое Нас в игру Пустит Кто-то Может Меня Сказать Кто Спрашивает С кем Я стримлю Параллельно У нас Запущена Запущена Мультитрансляция Вместе с Мишей Анкл Бьерном Можно Внизу Там Кнопочка Есть Можно Глянуть Появилась Королева Ведьма В стиме Мне говорят Ого Так Так Здесь Не 2 То есть Уже Можете Обновлять Игру Я правильно Понимаю По поводу Обновления Говорят Нет Еще Сейчас Говорят Просто То что Походу Появилась Появилась Страничка С Обновлением Я ее Правда Пока У себя Не вижу Ну да Кстати Вот еще Подсказывают Если у вас Xbox По геймпассу Можете Поиграть Дустан Вот кстати У меня Народ Интересовался В чате Кто Играет На Xbox В геймпасс Включен Сезонный пропуск Или нет Я думаю В чате Может быть Подскажут Я Не знаю Но вряд ли Вроде Сезонный пропуск Battle Pass Это такая тема Которую не включают Вроде обычно Тик 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 Где это у нас Тут было Так Все Мне прислали Страничку Вижу Сейчас тебе тоже Отправлю Чатики Скину Говорят Пропуск Покупать Не надо Вот Тот Кто Рассказывал Про Собственно Battle Pass Так Появилось Делюкс Дестани 2 Королева Ведьм DLC Да Предзаказ Предзаказ Делюкс 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 Будет 3400 Стоить А Делюкс 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 Ну слушай Но 800 рублей Дороже Чем У нас стоило За гранью света Я понял Я понял Контента Будет Больше Делюкс 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 однозначно, тут даже думать не стоит. Но так вот консольки работают у нас. Просто, да, очень многие ждут от Sony и от Microsoft, чтобы они наконец-то ввели тоже региональные цены, потому что уже на Twitch у нас появились региональные цены. Даже на Twitch? Да. Казалось бы, уже пора, Sony. На боксе нет еще, пишут. Нет еще, окей. Где-то видел скрин 119 бачей на PlayStation, а я на этот скрин смотрел сейчас, но у нас, естественно, всех, поскольку мы в СНГ находимся на... Говорят, 5799 рублей на PlayStation 5 и Deluxe-издание. Ага. Ага, вижу. 2800, 5700 и 7000 рублей. То есть 7000 рублей, это прям за Deluxe, за 30-летний набор. Ну, справедливости ради, для Super Deluxe-издания какой-то игры не одиночной. В общем-то, в наше время это нормальные цены. Ну, учитывая то, что это контент на год. То есть на протяжении года Banjo, да, вот будут на нас... У них каждую неделю практически есть какой-то, ну, если учитывать дорожную карту, которую, я надеюсь, они скоро опубликуют и с которой можно будет ознакомиться на сайте. Как раз, когда мы будем висеть в очередях в игру, потому что слишком много людей захочет играть. Вот. А у нас практически каждую неделю есть какой-то формальный повод зайти в игру. То есть либо какой-нибудь квест, либо какая-нибудь сюжетная миссия, либо какой-нибудь новый экзот, либо мероприятие типа ПВП-шное или ПВЕ-шное, либо как Железное Знамя или тот же самый Рассвет или Хэллоуин. Вот. Так что, да. Я просто вспоминаю, с чего Дести у нас начиналась, когда... Ну, у меня есть с чем сравнивать. Когда мы тогда начинали, у нас... Нам выдавали DLC большое, и на протяжении нескольких месяцев мы тупо в контент этого DLC играли, а тут вот нам постоянно каждую неделю что-то подбрасывают. Как-то так. Здорово. Здорово. Это, мне кажется, довольно правильный путь для игры, в которую хочется заходить постоянно. Что-то потихонечку подбрасывать. Поэтому, да, ждем, ждем. осталось буквально 11 минут. Я вот градочно обновляю страничку на Банжи на этим. Надеюсь, получится прокачаться. Хотя, я вот не помню, Миш, ты успел заметить? Вот чат, тоже мне там уточните, у нас будет в этом сезоне подземелье. То есть, я понял, что на следующем сезоне будет два подземелья в следующем обновлении большого Вичкини, а будет ли в этом сезоне? Ну, это я упустил, думаю, да. Конкретно для себя хайпил. Не смогу ответить. Это я упустил. К 30-летию вроде как подземелье будет. это 30-летие это будет как раз Вичкини за как раз следующему делусь и через 5 месяцев. Там же говорили, что вот раньше будут еще что-то выпускать. То есть, ближайшее получается время. Я не помню, там была информация, чтобы не заскучали. Ну да, это там было про активность на 6-й человек. Она у нас каждый сезон появляется, в принципе. Ну, то есть, в этом сезоне у нас было несколько различных локаций, на которых проходил взлом. Это активность матчмейкинга для 6-й человек. И в следующем сезоне тоже будет, это я ее помню, скорее всего, будет какой-то еще мини-данж, но тоже несколько реакций на 3-х человек. Но у нас там есть еще отдельно подземелья такие вот большие. Я вот не знаю, застал ты или нет, расковыватый трон у нас был в игре, ну, тронный мир, который выглядел примерно точно так же по антуражу, как одна из локаций, которую нам показывали в игре. Да, я туда ходил даже. Вот, вот подземелье Откровения у нас еще было, и Яма Ереси на Луне тоже подземелье. Вот по такому масштабу меня вот интересует, было ли или нет. Это так. Ну да, тут я ответить не успею, не успел уловить. Ну, в общем, да, экзотическое, экзотический ракетомет, который очень давно все ждали, новый контент 22-го, 2-го, 22-го, куча контента, и что-то еще до этого момента будет добавляться. Да, вот это здесь уже нам больше прояснит дорожная карта. Нет, это говорят, что скидывали трейлер, но этот трейлер мы уже посмотрели, в принципе. Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Ну что ж, надо немножко выдохнуть, передохнуть, набраться сил, потому что мне сейчас предстоит очень-очень-очень длинная ночь, и я надеюсь, меня пустят в игру сразу, потому что в прошлый раз я чуть не улетел на другую планету на своей пятой точке, так как я пытался зайти в игру на протяжении нескольких часов. То есть там у меня конкретно возникла какая-то ошибка, я ее пытался решить различными способами, связанными с интернетом, и из-за этого да, надеюсь. Ну, я в этот раз я желаю тебе быстрее зайти и быстрее суметь влиться в это во все. Так, тут говорят, что техобслуживание закончится в 9 вечера по Москве, ожидаем, ожидаем. Ну вот, получается, через 8 минуток. Ладно, тогда я пойду потихоньку. Спасибо большое, Лапен, что составил компанию. Да, спасибо большое, видишь, было приятно снова поговорить. В этом мероприятии взаимно, взаимно. Думаю, еще встретимся. Я опять, мне кажется, немножечко загорелся Destiny, я думаю, либо завтра, либо в ближайшее время я еще ее поковыряю. Так что увидимся в игре. Спасибо еще раз за компанию. Чат Лапена, вам всех благ и удачи. Да, давай, Миша, спасибо тебе и спасибо всем, кто на стриме Миша. Всем пока, ребят. Взаимно. До свидания. Так, почему через 9 минут? Через час, ну, через 9 минут нас в игру пустят. Вот так вот. Ну, по идее, должно пустить. То есть, начнется скачиваться обновление, а через час закончится техобслуживание. Ну, знаете, там, вот все эти службы включатся. Там Destiny, это менеджер, расчетом, что-то и так далее. Вот. Через 8 минут, 8 часов только, да. Нас пустят, а тебя. Вот надеюсь, что пустят. Очередь на Банжи Соб за коллекционкой. 40 тысяч рублей! Варя, серьезно? Слушайте, мне... Ребят, где-нибудь есть страничка с... Ммм... А, нет, не рублей? Фух. А... А... А то я такой... Коллекционка, 40 тысяч рублей, это сильно. А, 40 корыл в очереди. Понял. Сейчас попробуем войти в игру. Тем временем, те, кто смотрит записи на YouTube, нашу трансляцию, спасибо всем за просмотр. Сейчас вот это все мы дело выложим. Не забываем лайки ставить, на канал подписываться, колокольчик прожимать. Ну и увидимся в следующих стримах и на следующих видосах. Сейчас мы, когда в игру ворвемся, я тоже видос выложу отдельно. Так, и Twitch, попрощаемся с YouTube. И перейдем уже непосредственно попробуем ворваться в игру. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Субтитры сделал DimaTorzok